7 января в Омске прошел рождественский полумарафон. В нем приняли участие 1032 бегуна из России и зарубежных государств. Поклонников зимнего бега приветствовал министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц. Он пожелал участникам забега здоровья, энергии и успешного преодоления дистанции. Это праздник, который ждут. Мы понимаем, что это действительно такой очень уже классный, добротный бренд, который тиражируется на всю страну. И случайно у нас здесь очень много гостей из стран ближнего зарубежья, из всех дружественных стран, ну и, конечно же, из наших субъектов России. Природа преподнесла сюрприз. Бегуны стартовали в теплую по сибирским меркам погоду, но при обильном снегопаде. Это оригинальное сочетание придало событию особый, незабываемый колорит. Рождество сегодня, вот это главный сегодня праздник, так что погода радует, все отлично. Добавила задора и живописная палитра красочных костюмов. Самым популярным образом стал символ наступившего года. Я веселый заяц, активный заяц, здоровый заяц. Всем желаю здоровья, активности и селья. На старт забега вышли представители органов власти и спортивных организаций, среди которых были региональный министр культуры Юрий Трофимов, первый заместитель министра спорта Иван Колесник, директор департамента спорта городской администрации Дмитрий Сданович. Эмоции самые позитивные. На самом деле очень здорово, что более тысячи амичей сегодня вышли на старт дистанции орденского полмарафона. Прилили участие очень здорово. Много в разных интересных костюмах. Такие события, они важны не победой, а участием. Поэтому они вызывают такую большую обратную связь у амичей, такое большое желание их участвовать. В состязании на дистанции 10 километров и 550 метров победили омские спортсмены. На высшую ступень пьедестала поднялись Станислав Горденко и Мария Костина. Подготовка она идет, то есть это в рамках подготовки к лету. Вообще обычно бегаю на Рождественском 21, но как раз к 21 не готов в этом сезоне. Я очень люблю Омск вообще. И сегодня Рождество, такой светлый праздник. В общем, мне кажется, нельзя оставаться в стране, когда столько людей бегут. Тем более сегодня достаточно тепло, ветер как бы мешает, но если бежать удовольствие, он только подбадривает. Поэтому я считаю, что праздник этот вообще мой самый любимый, самый любимый забег в Омске. В забеге на полумарафонской дистанции отличились бегуны из Новосибирска. У мужчин золото Рождественского полумарафона завоевал Валерий Лукин. Он финишировал с результатом 1 час и 17 минут. Получилось, что ровно пробежал. Субстанцию ровно по времени. От километра к километру, в принципе, разбег по 2-3 секунды это немного. Для меня это стабильность, это лучше всего. В сборе женщин победила Елена Сидова. Новосибирская спортсменка лидировала со старта и выиграла забег с результатом 1 час, 31 минута и 4 секунды. Я решила напугать со старта. На самом деле вторую часть я пробежала медленно. Я контролировала, что я убежала, меня испугались. И я дальше бежала, получала удовольствие, пятюню отвешивала. Памятные медали полумарафона получили все, кто пробежал одну из соревновательных дистанций. С дизайном награды организаторы угадали на все 100. Большая снежинка будет ярким напоминанием о рождественском забеге 2023 года. Редактор субтитров А.Семкин